Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию очень простую поделку из термоклея. Ангела, который красит вашу рождественскую елку или станет частью праздничного декора вашего дома. Для этого нам понадобится бумага, карандаш, фломастер, термоклей, прозрачная пластиковая папка для документов, лак для ногтей с блестками и баллончики с золотой и алюминиевой краской. Ангела можно нарисовать самому, распечатать изображение с интернета или срисовать рисунок с экрана. Вместо прозрачной пластиковой папки для документов можно использовать стекло. Вставляем рисунок внутрь папки и обводим контур клея. Обрезаем ножницами все лишнее. Покрываем ангелом лаком для ногтей с двух сторон. Можно покрасить ангела из баллончика с золотой или серебряной краской. Покрываем ангела лаком для ногтей с блестками или смешиваем блестки с клеем ПВА. Я вам расскажу историю об ангеле по имени Гавриил. Однажды он пришел к Захарии, будущему отцу Иоанна Крестителя, и сообщил ему, что его жена Елисавета родит ему сына. А когда Елисавета была на шестом месяце беременности, этот же ангел Гавриил явился Девой Марии. И вот как это было. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник именем Захария, и жена его, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонны. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Тогда явился ему ангел Господень. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих их сынов Израилевых обратит Господу Богу их». И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». После всех дней зачала им совета жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученную мужу именем Иосифу. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог в престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Ельсавета, родственница твоя, называя неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц». Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Серова Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». Встав же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что свершится, сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Величит душа моя Господа! И возрадовался дух мой, о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо от ныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его, в роды родов, к боящимся его». Можно нарисовать более легкий рисунок ангела или другие сюжеты новогоднего и рождественского декора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом я с вами прощаюсь. Поздравляю всех с наступающим новым 2022 годом и Рождеством Иисуса Христа. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова